Губернатор Приморья Олег Кожемяк вместе с мэром Артёма Вячеславом Квоном приехали в Уссурийск. В рамках дружеского визита посетили музей корейского патриота Петра Цоя. Памятное здание на улице Володарского открыло свои двери в апреле 2019 года. Около ста лет назад именно здесь жил Чхве Джихён, известный политический и общественный деятель. На экскурсии по музею председатель национально-культурной автономии корейцев Приморья Николай Ким рассказал об истории освободительного движения, деятельности Петра Цоя, которая легла в основу партнерских и дружеских отношений между Россией и Южной Кореей. Сегодня Петра Семёновича вспоминают как одного из лидеров первых корейских поселенцев и героя антияпонской борьбы за независимость. Он в 1963 году сел на Корее сюда, они пришли с района. В 12 лет он убежал из дома, в посетке, сел на корабль торговый. Далее гости отправились в Добрый дом на Амурской 20, так называемый приют для бездомных людей. Здание подарил благотворительной организации «Крылья надежды» известный в городе предприниматель-меценат Николай Ким. Глава региона осмотрел условия проживания и пообщался с постояльцами. Вот Николай Петрович Ким это сделал, за что ему огромное спасибо. Мы это от людей слышим и в целом видим, что они находятся здесь в порядке, и накормленные, и чисто здесь, и в общем-то довольно прилично. Ну и люди начинают искать работу, кто-то восстанавливает документы, кто-то начинает потихонечку восстанавливаться к нормальной жизни. Это такой реабилитационный центр, я бы сказал. Олег Кожемяков выразил надежду, что примеру доброго и небезучастного отношения к нуждающимся последуют и в других муниципалитетах края.